Вот если можно, в нескольких словах вкратце о цели вашего приезда в ваш родной город, и вкратце о вашем участии в кинофестивале, а впоследствии мы поговорим уже о более широких вопросах. Спасибо. Мы приехали сюда, в Харьков, на кинофестиваль, нас пригласили рассказать, что мы делаем в Америке. Я делаю спецэффекты, Ира работает в мультипликации. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы работаем на Голливуд, но наша кинокомпания находится в Массачусетсе, не в Голливуде, но мы живем с вами в век интернета, поэтому все, что мы не делаем на завтрашний день, все это в Голливуде, потому что вся у нас связь кабельная с Голливудами, все, что мы делаем, сразу туда проходит. Мы живем в прекрасном месте, гораздо лучше, чем в Голливуде. Многие люди не хотят жить, многие оттуда уехали, и многие переехали к нам, как специалист по комбинированным съемкам Данго Страмбл, или Джефф Клайзер, или Там Гейсик. Все они сейчас живут у нас в Массачусетсе, и мы связаны с Голливудом через интернет. Массачусетс – это штат на северо-востоке Англии, и это называется… Ой, Англия, извините, Соединенных Штатов, и этот район называется «Новая Англия». Туда ходят пять штатов – Вермонт, Мухемпшир, Массачусетс, Коннектикут, Мэйн. Это очень хорошее место, красивое, мы живем в месте, которое похоже больше всего на Карпатские горы, и среди озер, там очень чисто, маленький городок, население 5000 человек, а летом туда приезжают до двух миллионов туристов и отдыхающих. И несмотря на то, что у нас там все очень скромно, и так называемая одноэтажная Америка, там все сделано для того, чтобы эти отдыхающие не скучали, и у нас там и музеи, и галереи, джаз-фестивали, фестиваль танцев, театры, в общем, культурная жизнь кипит. «Ну, конечно, Харьков мы не забываем, потому что я провел полжизни в Харькове, а Ира…» «Я больше, чем полжизни». «Больше, чем полжизни». «Я второй раз за 34 года, а Ира каждый год бывает. Почему ты каждый год лет?» «Потому что у меня тут сестра-близнец, племянница, двое деток у нее сейчас, третьего ждет. Вот муж сестры. В общем, вся семья здесь, и там мы с Женей». «Кукольный театр». «Кукольный театр, а вот в 2009 году я там оформляла спектакль «Снегурочка». Я была главным художником в Харьковском, кукольном. И до сих пор они меня приглашают на постановки. А в этом году, в ноябре, у меня будет выставка персоналя в музее на Сан-Аркулосе. «Картинка чего?» «Картинка?» «Да, ну у меня разные работы, керамика, графика, кукольный театр, авторская кукла. В разных шанрах. Иллюстрация, книжная. Так что приходите в ноябре. Я пока не знаю точно чисел. Вот я свяжу со своими аккуратами, я не скажу. Когда. Так что с Харьком очень много связанных. Много-много связанных. Спасибо большое. Ну и вот хотелось бы вас спросить. Идинин, расскажите, пожалуйста, с чего для вас, собственно, началось восхождение? Ну, извините за такую праздность вопроса. Для нас это очень большой дикоинка, на самом деле, человек, который работает в Голливуде, приложил руку к созданию таких выдающихся фильмов, я не знаю, явлений, наверное, кинематографа, как «Хищник», «Леди Ястреб», «Судьи Адрайз». Вот очень интересно, с чего у вас начиналось восхождение, вхождение в круг выдающихся кинематографов мира? Ну, как всегда бывает, это случай, дело случая. Когда я приехал в Америку, мне говорили, ты кино даже и не заявляешь. Как инженер-электрик, вот, давай, подавай свои заявления в элитические компании, а то, что ты занимался кино, это беспросветно. Ну, случай такой, что я когда, ну, дело это, разговор долгий. Короче говоря, заболел человек, который моет пленку в Перхлоритании, и мне позвонили с профсоюзом, сказали, можно завтра выйти на работу, мыть пленку в Перхлоритании? Я сказал, могу. Я вышел и мыл пленку, и потом показал, что умею делать. Меня поставили на машину оптической печати. Ну, вы видите, вот, про такие фильмы, когда их делаешь, ты не ощущаешь, что это будет за фильм. А потом, через 10-20 лет только понимаешь, что ты делаешь в то время. Потому что, когда делаешь, это рутинная работа. Тем более, моя работа была у станка. По 17 часов в среднем в день работать у станка. Но вам нравилось? Вы чувствовали? О, конечно. Я вообще не работал, я игрался вообще всю жизнь. Так что, это была не работа, а игра. Вот, ну, конечно, тяжело было. А что было самым сложным? Было какое-то неприятие со стороны, вот, жителей Голливуда, я не знаю, представителей киноиндустрии, вот, к вам, как, вот, не знаю, вот, выходят после... А, нет, нет, там такого нету, нет. Там, покажи, что ты умеешь делать, и все. Дело в том, что мы работаем на Голливуд, но не в Голливуде. В Нью-Йорке я работал 12 лет, а потом, в остальное время, в Массачусетсе. Вот. Вот. Ну, Нью-Йорк, когда я попал в Нью-Йорк, там вообще это котел, там все национальности, все народности. Я вообще говорю, это вообще котел, как, ну, Мелкин Парт, это... Лавильный котел. Сковородка, в которой перевариваются все-все национальности, потому что там все местные не говорят, говорят с акцентом, так что там, то, что мой акцент, или то, что я не говорю по-английски, это никого не волнует. Становились к станку, поговорили, что ты умеешь делать, и все. Но мне повезло, потому что в Харькове мы работали сверху на этом, на киностудии Полихимского института, и благодаря нашим товарищам, как Зубарь и его соратникам, на этой киностудии была профессиональная аппаратура. Фауста. Фауста, ну, многие товарищи. Вы подготовлены уже к... Ну, дело в том, что можно я перебью. Много лет до того, как еще Женя попал в Соединенные Штаты, он работал в киностудии Полихиметического института, где был полный цикл создания профессионального 35-метрового, черно-белого фильма. Мы сделали игровые фильмы, анимацию, документальные фильмы, и цветные тоже. Стоит только разница, что цветную пленку ездили обрабатывать в Киев. И у нас такая была специализация, что... То есть, наоборот, ее не было. Каждый делал все. То есть, на профессиональной студии ты звукооператор, или ты художник по свету, или ты проявщик, а мы были всем. Абсолютно. Начиная со съемки. Каждый был оператором, каждый был проявщиком. Печать, монтаж, режиссур, звукооформление. То есть, ну, мы овладевали всеми. А туда ехали по какому-то приглашению, или вы ехали так, в никуда? Ну, это эмиграция была в то время. Я эмигрировал, и, конечно, в никуда. То есть, вы не знали, кем вы там будете работать? Конечно, да, я думал, может, я буду электриком, может, я буду, я не знаю, что еще умел кто-то делать, кино снимать, киношником. Может, я буду ювелиром. Я любил копаться в чем-то. Часы разобрал дома, когда мне было 5 лет. Мама, что, пошли в кино. У меня стояли на пианино часы большие. Когда они пошли в кино, часы были разобраны по винтику. Я думал, может, я буду ювелиром, может, я буду часовщиком, может, я буду каллиграфистом. Поэтому я не знал, куда. На семью тогда меняли 400 долларов на всю семью. Независимо от того, сколько ты имеешь, когда ты выезжаешь. Так что мы ехали в никуда. А вы один уехали? Нет, семью. И это самое. Поэтому, когда я попал туда, и вот, как Ира говорит, у нас были все специальности. То есть мы делали все. И когда я попал на студию, мне говорят, это умеешь делать? Умею. А это умеешь? А это умеешь. А когда говорят, ну, сделай это. А ты мне покажи, потому что у нас по-другому. Мне показывали это дело. То есть аппаратура была вся та же самая. Мавиола такая же, мавиола, звукомонтажный стол точно такой же. В общем, аппаратура вся та же самая. Поэтому было... Но начинали вы с Женера электрика? Нет. Там? Нет. В Америке нет. Я начал с мойщик в пленке, в перхлоритане. Это перхлоритан, это тоже самая жидкость, которая химчистка. Когда вы знаете одежду в химчистку, и там ее чистят, это химией. Вот в этом чистят пленку тоже. Дело в том, что Женя, будучи чистильщиком, разрабатывал какие-то новые... Нет, это уже потом. Ну, немножко, да, потом. Вот отсюда есть маленький вопрос. Как бы вы отписали изнанку голливудской киноиндустрии? Что для вас было самым тяжелым на этапе восхождение? А в группе представителей мирового кино, как-то уже коснулись этого вопроса вскользь? Опять же, это случай. Понимаете, потому что когда я попал в эту пленку, в эту студию в Нью-Йорке, там работали люди, которые сейчас известны всему миру, как Джол Хайнек или Джефф Клайзер. Они работали там... Один был леаутменом, только писал съемочные листы, второй тоже на печатном станке. То есть, дело в случае, я попал в работу с такими людьми, которые сейчас в мировой известности, а в то время работали на работе. По два узкара имеют. Да, да. Вот сейчас Джефф Клайзер, он вернулся из Индии, он делал самый большой в Индии фильм. Раван сейчас, он еще в Америке не идет. Не слышали, я только не знаю. Ра первый по-русски. Да, ну в общем, он сейчас идет в Индии, он будет идти в Америке где-то в октябре, я не знаю, когда в Украину будет идти. Вот, так что, когда это делаешь, то этого не создаешь. Вот, потом только, спустя вот 30 лет, я только сейчас понимаю, что я с такими людьми начинал и работал. А вы сегодня каким-то образом, не знаю, общаетесь с этими людьми? Ну, с кем-то? Мы живем в одной деревне, да. То есть, вы видите здесь даже? Да, да, да. Дело в том, что в наших краях, недалеко от нас живет человек, его зовут Даглас Трамбл, может вы слышали? Да. Его называют вообще живая легенда кино. И он начинал с 2001, Космическая Одиссея, Стэнли Кубрика, много-много лет тому назад. Еще никаких компьютеров, ничего не было. Ну, вообще начал всю эту технологию в кино, он начал. Все было нарисовано руками и сделано на оптической трехмашине. А сейчас это величина номер один в мире комбинированных съемок и специальных эффектов. И он живет вот там уже, на ферме, разводит осликов, косли и так далее. Если можно, я вернусь еще к фильмам немножко. То есть, я так понимаю, хищника вы начинали создавать на каком-то станке, а матрица это уже был компьютер. Да, да, да. Это была оптическая печать и хищник. И тоже тогда мой хозяин вложил миллион долларов в постройку этого станка оптической печати. В то время, когда уже никто не хотел деньги вкладывать, потому что все знали, что лет через 10, наверное, уже все будет на компьютерах. Он один вложил деньги. Мы создали этот трюк-машину. И на нем вот в основном вот этот вот. Если бы не эта машина, предатор не был бы сделан. Сделали этот хищника. Вот. Но он не просчитался. Он в течение 5 лет, он вернул свои деньги, наверное, в 10 раз. Потому что у него только был единственный вот этот вот трюк-машина, управляемый компьютером. У него больше не было в Нью-Йорке. И он сделал полезное дело. Как правильная студия называлась, с которой вы начинали? Арк Гринберг Ассоцией. Ну, я начинал... Это киностудия, да? Правильно? Да, да, да. Это вот в Нью-Йорке первая моя студия, куда вот я попал, Джо Л Хайник, Джефф Клайзер. Это было, называлось, EFFECTS UNLIMITED. Значит, эффекты безграничные. Вот. А потом Джо Л ушел в фирму Арк Гринберг Ассоцией. И пригласил меня. И говорит, давай, переходи ко мне. Я сказал, нет, нет, нет. Я говорю, до компьютера осталось 5 лет. Я ухожу в инженеры-электрики. Я не буду больше заниматься оптической печатью. Он говорит, ну, я тебе гарантирую не 5 лет, а 10. Когда ты ко мне перейдешь, я говорю, если 10 перейду, я пришел. И он был прав. Через 10 лет оптика кончилась, и мы начали все на компьютерах делать. А вот это Женя делает хищника. Вот это журнал, Cinefix, и это напечатано. Работа над хищником. Отвечая на ваш вопрос, что это все дело случая. Понимаете, если бы я не попал в эту компанию, в кино-компанию, где работал Джол и Джефф, наверное, я бы никогда не с этим делал. Сколько сейчас на нашем счету фильмов голливудских? Ну, всего я за это время сделаю около 40 фильмов. Но больше всего мы делаем коммерческие, рекламы. Ну, где-то 700 реклам. Скажите, вот в момент работы опять-таки над фильмом «Матрица» или над фильмом «Хищник» вам доводилось было на съемочной площадке? То есть принимать участие в постановке, там, реконструкции? Да, да. Вот когда мы делали «Хищник-2». Вот. И... В основном, Джол выезжал на площадку. Вот. Джол поехал в другое место. Это у вас коллега или нет? Да, да. Это Джол. В начале. Ну, супервайзер. Вот. И... Какое расстояние... Какая диафрагма, какая... Ну, вообще, какая свещенность. Они не заботятся об этом? Они заботятся со своей точки зрения. Но они не знают, что будет потом сделано. Вот. Для того, чтобы узнать, что потом было сделано, там особые требования. И... Я тогда поехал там и руководил именно на съемочной площадке съемкой. Но основной моя работа была это постпродакшн с негативом. Нам привозят негатив и мы с негатива делаем эти спешл эффекты. Евгений, как изменилась ваша жизнь после Оскара? Расскажите, вот это вот... Ну, вы человек из Харькова. Вроде как бы проявили себя и вот он, Оскар, тот, что мы видим по телевизору, а он у вас в руках. Что вы чувствовали при этом? Как это все было? Ну, я думаю, что ничего не изменилось. Просто больше заказов мой хозяин стал получать. Вот это... Это церемония. Да, да. Почему мне вот, Женя? Да, значит, в основном сегодня тоже та же работа по 17 часов в день тяжелая, вот. Ну, для меня это игра была. Вот. И для хозяина это больше заказов. Для хозяина, не для вас? Ну, конечно. Не, ну... чувства. Ну, когда тебе вручили эту статуэтку. Ну, конечно. Конечно, было приятно. Но, опять же, все это... если бы я не встретил... Безусловно. Вот почему-то вспомнился такой момент, читая книгу Андрея Кончалуцкого, «Низкие истины», когда он рассказывал, когда он уехал из Советского Союза в Америку. И здесь он как бы был уже фактически состоявшимся кинорежиссером. А приехав туда, он осознал, что он был никем фактически, да? У вас вот с точностью это наоборот, как мне кажется, ситуация. Вы уехали из Украины, мигрировали, ну, из Харькова. И там вы сумели реализоваться, и вот как итог вашей деятельности в 88-м, если не ошибаюсь, в 87-м году, вы получили премиумское. Почему так получилось? И вот интересно, опять-таки, на контрасте, если говорить об опыте, ну, просто почему-то вспомнилось о Кончаловском. Вот, ну, вы говорите, да, везение. Но интересно, вот, тот момент, как общество реагирует вот на приезжих туда? И как там изменилась эта ситуация вот до сегодняшнего? Или не изменилось ничего? Там точно так же все. Ну, я уже говорил, что приезжие, там все приезжие. Там местные только индейцы. Вот, остальные все в Америке приезжие. Вот, там рядом работают и из Африки люди, и китайцы, и японцы, и все, так что там такого нет, что вот ты неправильно выглядишь. Если вам не скажут, возвращайся в свою Украину, я скажу, а ты возвращайся в свою Африку. Может, столкнуться с завистью вам пришлось? Нет, ничего такого нет, Ну, как-то там воспринимается это, как обыденно, понимаете, нет такого ажиотажа, так сказать, что, ну, это... Там человек, и с другой стороны, это ничего не удастся. Да, то есть там... Они очень терпимы, к акценту, потому что человек неправильно говорит, лишь бы он показал, что... А сложно было с языком? Языковой барьер преодолевать? То я до сих пор преодолеваю. По-английски очень плохо говорю. То есть вы туда поехали? У меня с тех... Не, ну, я учил английский в детском садике, потом в школе, потом в техникуме, потом в институте, и когда я приехал, оказалось, что это не тот английский, что это американский язык, а не английский. Вот. Ну, потихоньку... Главное, что я все... Сложные слова, как социализм, там, коммунизм, я хорошо произношу там, да? А вот простые слова, как парк, например, или фэн, я до сих пор не могу произносить. Они как-то... Я до сих пор не могу понять, как они произносят. Вот. Я, например, вот искал парк, например, да? Вот. Вижу где-то парк недалеко, я расстанавливаю, ну, где тут парк? Они не понимают. Второго, третьего, никто не понимает. Пока я не доехал до парка, я увидел, что вот это парк. То же самое было с фэном, тоже. Я здесь был очень жаркий год, и я сказал для мамы, фэн, и зашел в магазин, вентилятор, фэн. Было очень жарко. Я зашел, говорю, у вас есть фэн? Нету, второй, нету. В четвертом магазине, говорят, вам нужен фэнд? Я говорю, нет, у меня уже фэнд есть. Мне нужен фэнд. Короче говоря, весь перерыв я потратил, искал этот вентилятор. Прихожу на работу, а мои сотрудники, греканцы, они все понимают, что я говорю, потому что, ну, по технике, по технике все понимают. Я говорю, Лоран, говорю, что такое, я про все магазины пробежал, не могу найти фэн. Он говорит, как ты сказал? Я сказал, I need фэн. Он говорит, надо было сказать, I need a fn. Вот этот артикль, который для меня пустое место, для них меняет до того, что они не могут понять, о чем я говорю. И вот это до сих пор. Простые слова, такие как фэн, парк, меня в упор не понимают. А по технике меня все понимают, все мои сотрудники меня прекрасно понимают. А вы храните статуэтку Ускара, это я все равно скажу. Да, у нас музей, у нас музей, мы только там открыли музей, где мы учим студентов мультипликации с special effects. И оно у нас там под стеклом. Вот, приходите на нашу лекцию, у нас все это отмечено в нашем фильме. Все там. Можно не совсем скромный вопрос задать? А премия Ускар это статуэтка или плюс еще и гонорар? Нет, это только, вот, как ты сказал, для хозяина это заказы. Это большой престиж. Или вот для актеров. Но денег там нет вообще. Но престиж, да. И тоже, если хотите, не отвечайте, но всем интересно, в Харькове всем интересно. Какой порядок гонораров могут получать люди такого уровня, как вы? Я думаю, что это престиж, что-то. Нет, не Оскар. Вообще не Оскар, а вообще за фильм, допустим, за работу. А, ну, за счет того, сколько часов, работают там. И в Америке такие вопросы не задают. Единственное, что я могу сказать, что уже не были вот эти овертаймы, это переработки в 3-4 раза. Да, там в то время профсоюзы были очень сильные в Америке, да. Если ты зарабатываешь, например, доллар в час первые 7 часов, потом следующие 2 часа, это уже в 1,5 раза, следующие 2 часа уже в 3 раза, потом следующие и все остальное время в 4 раза. Так хватит. Но доход с тебя берут по доходу в той же пропорции. Вот. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше тебя снимают. Поэтому где-то где-то на все только одно. Что регулярная зарплата, например, в один год уже не было 30 тысяч, а фактическая выработка 100 тысяч. То есть, в 3 раза больше. овертайм. Из-за того, что по 17-18 часов не приходилось работать. вот такая. дом, я так понимаю, вы себе купили за свой счет, правильно? Ну, конечно. Это всем интересно. Вы же простите, человек маш. Не, ну, конечно. Все там покупают за свой счет, а не за чужой. Не украл. Не, ну, может, там подарили. Дали в аренду. Мама не подарила. У меня таких друзей там не было, что подарили. Не, можно еще встрянуть, да? Даже у меня у нас человек очень скромный, чрезвычайный. Все время говорит, что это там результат случайности, что вот случайно. Ну, может быть, вначале оно так и было. И он действительно вот попал вкруг отехать людей и так далее. Но потом у него просто была возможность показать себя, потому что Женя человек очень изобретательный, с очень нестандартным мышлением. И когда он начал мыть эту пленку, у него начали эти зарождаться идеи. И его вот этот вот, это называется супервайзер, как это называется? Visual Effect супервайзер, начальник Джо Хаймер, очень хороший человек, он увидел Женина вот это стремление, его энтузиазм. И он ему дал ключи от лаборатории. Сказал, приходи когда хочешь и делай эксперименты свои. И Женя приходил по выходным. Пленки сколько хочешь, черно-белая проявка сколько хочешь, делай что хочешь. Приходил по выходным, по ночам и делал такие вещи, на которые эксперименты. они обратили внимание. многие из них вот вошли в основу его вот он изобрел эластик эффект, так называемый. Потом вот этот камуфляж эффект, который был использован в хищнике. Так что не все продал случайность. Сейчас бы задать вопрос, возможно, несколько неоправдан, да, вот ваше субъективное мнение. Какой момент своей деятельности вы считаете пиком своей карьеры? Ну вот этот был 1984 год, по-моему, когда я забрал эластик эффект, когда я был в полной неделе, то я был в самое интересное время, и после этого хищник в 1986 камуфляж эффект вот эти эффекты. А что это такое? Ну, если объяснить для... Ну, я в общем покажу. Эластик это как бы растягивание по ям но это значит вот есть фон фон как мы это видим? Ну, я видел фильмы хищника это собственно он акцентирован в момент передвижения хищника, да? Да, да, да. Там, если не ошибаюсь у режиссера была задача чтобы хищник был не виден во время движения и был виден во время вот этот эффект это камуфляж да, да, да по форме хищника когда он стоит его не видно когда он движется мы видим что такое как линза фронеля Честно говоря вот сегодня даже глянем фильм хищник создается впечатление что этот эффект создается с помощью компьютера Да, да сейчас на компьютере дело в том что когда мы приехали в Массачусетс на какими студиями Масселужен и вот у нас уже были компьютеры и тот эффект что я делал в хищнике где-то мне занимало две недели на компьютере я сделал этот план за 10 минут сейчас сейчас этим ничем не удивишь покажешь некоторые кадры что мы тогда делаем о, как я нажму одну кнопку на компьютере сделает эффект да, сейчас все это встроено в компьютер А вы сами изобретали вот эту установку этот станок если не ошибаюсь там 18 полос пленки одновременно могло перематываться вы сами изобретали этот станок или он нет это на основе завода Аксбери мы это делали и я просто ну там что нового было уже я поставил два дополнительных обтюратора вот и сделал такую программу которая все работала автоматически вот то есть мы когда делали хищника нам нужно было там очень много масок сделать вот обычный это на основе как обычная облуждающая маска но если делать это вручную это можно сойти с ума это нужно передвигать это значит открыть обтюратор передвинуть на север на один микрон на юг там два микрона потом передвинуть второй на три микрона потом закрыть обтюратор в следующий кадр можно запутаться на втором кадре а если даешь компьютеру эту задачу он все это делает Это уже по программе. Открывает обтюратор, передвигает на эти микроны, потом закрывает обтонус. Это уже стало возможным. То есть без компьютера мы не могли бы это сделать. Но это еще не была компьютерная мультификация, потому что это был станок, управляемый компьютером. Но не компьютерная, не CGI. Да, это не CGI, не компьютер-женератор. Если я не ошибаюсь, это впоследствии, я могу ошибаться, но мы говорим, что в Ульяне впоследствии прием использовал Финнезерик. Нет, нет, это эффект. Во-первых, когда мы делали фильмы для Будиала, мы никогда не знаем, что мы делаем. Вообще все фильмы, которые делаются на киностудии, это большой секрет, чтобы другая студия не переняла какую-нибудь идею. И поэтому, когда Будиала принесла нам свои негативы, я говорил, какой делать ему эффект. Во-вторых, в Зелике нам нужно было его впечатать в эти старые кадры, где он там стоит на Таймсквэр. И там еще как-то безболезнь этот... Джеттемант. Да, в общем, там... В общем, не мог было его впечатать в старые кадры. Вот. Да, так когда он бросил негатив, мы не знали, какой фильм мы делаем. У него так называлось. Зимний проект, потом мы делаем следующий фильм, он приносит пленку, говорит... И я вижу, съемочный лист мне дают, и написано осенний проект. Вот. Во-вторых, когда уже фильм выходит на экран, тогда я уже знаю, для какого фильма я работал. То есть это такой способ сохранить, я не знаю, идею? Да, да, да. Потому что если вы какой-то, не только, а какая-то идея в фильме используете, если фильм делаете за один-два года, ваш конкурент на другой студии может применить эту идею, его фильм выйдет раньше вашего фильма, то есть на ваш фильм уже никто не пойдет. А у вас были за вашу деятельность, за вашу практику такие предложения, когда вот вас пытались перекупить, переманить к себе на свою сторону, ну, в силу того, что вы были... Нет, нет, потому что я работал в Нью-Йорке на самой крупной стране, там конкурентов не было. А ехать в Голливуд у меня никакого желания не было. Вот, тем более, все, что мы делали, мы делали для Голливуда. Я заканчивал делать свой эффект где-то в два часа ночи, я отвозил его в проявку, вот, потом мой хозяин вызывал такси, меня отвозили домой, и когда я приходил в две часы утра на работу, этот фильм уже был проявлен, спечатан и уже был в Голливуде. И утром... С самолетом. С самолетом. И мы уже утром смотрели фильм у нас в Нью-Йорке, и в то же время продюсер, директор в Голливуде смотрел этот фильм, и делал корректировки, и говорил, что ему нравится, что не нравится. То есть мы работали в Нью-Йорке для Голливуда, но конкурентов в Нью-Йорке у нас не было, а в Голливуд ехать мне никогда не хотелось. Наоборот, из Голливуда самые умные, я знаю, вот Джон Хайник, и Джефф, и Трампл все приехали к нам, у нас работали. Скажите, а у вас у самого не было идеи, желания выступить режиссером своей картины? Нет, я же технар только, я же не киношник. Вообще никогда кино не увлекался. Такие возможности под рукой как бы были, да? Нет, я никогда кино не увлекался, я только техника, вот железки там. Я в киностудии хоп-то и... Ну... Носорог, Тундук... Ну это все было... Ты же был режиссером? Да, но мы делали все только экспериментальные фильмы, то есть мы сделали на киностудии первый в Союзе компьютерный фильм в те времена. Ну, это был, конечно... В 77-м году. Вы сейчас говорили о 3D-эффекте, да, если я не ошибаюсь? Нет, нет, нет. Это фильм на компьютере. Был сделан. В 77-м году. Впервые в Советском Союзе был... Журнал «Советский экран». Да, был сделан. Вот этот... Тут у вас в промостроении проект на площади Зажинского безродный изобрел первый компьютер, который рисовал палочки и кружочки. Потому что до этого, вы это, наверное, не помните, до этого компьютер только мог печатать буквы. Никаких палочек, кружочек не было. Никаких изображений. Вот, когда я прочел газету в Красном Знаме, что безродный изобрел этот интограф, к нему прибежал, я говорю, ну, давай, раз ты умеешь это рисовать, давай мы сделаем фильм. И вот мы сделали в 77-м году. Вот, то есть, мы делали экспериментальный фильм. Потом мы сделали стелескопический фильм, тоже первый был. Мультфильм, мы его повезли в Киев и там на телестудии. И в то время, много лет назад, показали стерео с очками. Это зеленые и красные очки. Показали на телестудии. Этот фильм мы тоже повезли в Москву. Мы сделали «Азбучная истина». Повезли в Москву, показали Федору Савельевичу хитруку. И он когда увидел, и мы им показали, я начал рассказывать, что сколько человека часов мы сэкономим, если будет рисовать компьютер, на сколько копеек это будет дешевле. А хитро сказал, говорит, меня это неинтересует. Мне интересует, говорит, что компьютер сможет сделать то, что человек не может делать. То есть, раз предложение не заинтересовало, да? Нет, именно его заинтересовало, что компьютер может сделать больше, чем человек. Вот то, что сейчас, если вы видели «Аватар», то есть, может ли, могли бы люди это нарисовать от руки, как вот Дисней делал. Это же мультфильм «Аватар». «Аватар» — это мультфильм, так? И без компьютера нельзя было его сделать. Вот именно потому, что появился компьютерный жена «Адет имидж», поэтому мы смогли сделать это. Кстати говоря, о кино, таких явлений, кинематографа, как «Аватар» опять-таки, вот вы могли бы отметить те фильмы, которые вас, ну, впечатлили до глубины души? «Аватар». «Аватар» — это вообще новая эра фильма произвела. Сейчас вот в 2014 году выйдет второй «Аватар». Это вы открываете сейчас даже для нас новости? Нет, сейчас же интернет. Я ничего для вас не буду открывать. В этом же и вся суть интернета, что я ничего не могу нового рассказать. Вы ходите на интернет, и там все есть. И там уже трейлеры есть, рекламные ролики. «Аватар 2»? «Аватар 2», да. «Так он будет же на большой скорости еще». А, да, вот этот вот «Трамбл» сейчас, он не сейчас, он изобрел это еще в 70-е годы. Что пускай, ну, не 2-4 кадра в секунду, а если пускаешь его 60 кадров в секунду, то совершенно новое восприятие. Это вообще как окно в мир. Вот, но тогда это было невозможно. Начали снять, снимать фильм по этой системе, этот «Брейнсторм». Но потом студия отказалась, потому что не было проекторов для такой скорости. И все бы проекторы порвали эту клетку с такой скоростью. Это как автомат, стрелять из автомата. Вот, но сейчас, когда у нас все диджитал, все-все на цифре, стало возможным. И вот, возможно, сейчас он снимает на 60 кадров в секунду «Аватар 2», но, не знаю, выведет ли он 60 кадров в секунду. Ну, вот «Трампул»… Ну, на цифровых проекторах, где нету пленки, это уже нужно. Вот «Трампул» сейчас работает на 120 кадров в секунду, чтобы сделать 60 для одного глаза и 60 для второго глаза. Вот, и это будет, конечно… Если это будет принято во всем мире, этот стандарт, это будет революция в кино. Сейчас, вот, насколько я знаю, еще такая тенденция в киноискусстве, как 3D кино, которое, ну, не знаю, в Америке, наверное, это уже давно и является таким обычным, обыденной штукой, вещью, наверное, да? У нас это вот только появляет, только вот сейчас там вновь возникают 3D-кино-деатры, 3D-кино-проекты и так далее. Вот, это есть отличительным от вот этой техники съемки 120 кадров? Или же это какой-то… Это поможет 3D… Ну, это правильнее назвать селескопическое кино. Селескопическое кино, по-моему, я его впервые увидел, когда мне было 7 лет, в Москве. Кстати, интересно, почему оно потом, вот эта тенденция в киноискусстве как-то сошла? А, селескопическое кино я увидел в Москве, и там было несколько планетарий, в московском планетарии, которым было 7 лет, и меня это очень впечатлило до сих пор, помню. Вот, и тогда кино, это селескопическое снималось очень мало, и оно затухало с каждым новым дженерейшн, с каждым новым… …поколением. …поколением. Вот показали, сделали кино, все пришли в восторг, и все, и на следующем поколении 20 лет. Через 20 лет сделали еще один фильм, все пришли в восторг, и опять 20 лет. То есть это как трюк было. Как трюк снимали. Как братья Lumiere изобрели этот приезд поезда, да, посмотрели этот поезд и все. Вот, но сейчас, когда Intel изобрел очень-очень быстрый чип, этот компьютерный чип, компьютеры стали очень быстрые, и теперь, когда вы делаете компьютерную мультипликацию, вам поменять левый глаз направо, ничего не стоит, вы камеру передвигаете на 65 мм, и все, и компьютер вам пересчитывает и делает для левого глаза. Вот, поэтому все сейчас, все компьютеры, все компьютерная анимация делается автоматически 3D, стелескопически. Вот. Те фильмы, которые были сняты раньше, например, Джефф, он сейчас в Индии сделал этот самый большой индийский, этот самый special effects фильм, он получил индийский award, National Award of India за этот фильм. Вот. И сейчас он говорит, в октябре выйдет на экраны этот фильм в Америке, возможно, в 3D, в стерео. Я говорю, Джефф, а что же вы не снимали стерео? Это гораздо проще поставить две камеры и сразу снимать стерео, чем снять на дно камеры, а потом все это пересчитывать. Это же, и все равно это невозможно сделать правильно, потому что, если вы знаете 3D, вот вы смотрите на руку, да, левым, левым, правым, то есть что-то остается на фоне, которое не видно, его воспроизвести, неоткуда его взять, то есть начинают там всякие ухищрения, растягивать фон, начинают там домысливать, что там за этой рукой, если смотреть другим глазом. В общем, там ухитряются разными способами, несколько способов существует, и все равно результат неправильный. Я говорю, так, он говорит, он меня до сих пор называет Евгением, потому что единственный человек, который в Америке, меня зовут Евгений, это же Евгений, говорит. Дело в том, что в Индии труд очень мало оплачивается, говорит, и вот, говорит, там зарабатывают все 2 доллара в день, говорит, и вот там посадить целую армию людей, чтобы они вот это все вручную обрисовывали, потом задавали компьютеры все это пересчитать, говорит, гораздо дешевле, чем снять на две камеры. Он говорит, я вот там жил в отеле, так напротив меня в отеле, это ломали дом, и вот сколько мы там жили, говорит, 4 месяца, они все это кирками ломали этот дом, он уже, говорит, я спрашиваю своего друга индуса, не проще, а, говорит, у нас в Америке заложили бы динамит, взорвали, говорит, 5 минут, говорит, да, говорит, так динамит стоит дороже, чем вот они вот это вот кирками ломают в 3 месяца. И там мне, говорит, не зависит от того, что ты делаешь, 2 доллара в день. И съемочный день стоит столько же, 2 доллара в день. Так что, и сейчас там в Индии, сейчас там армия вот этих вот киностудий, которые переделывают старые фильмы в стереоскопические. Вот сейчас... Большой бизнес там. Вышел Титаник тоже в стерео. Да. Ну, выходит, или уже вышел. По-моему, да. Да, я слышал о том, что собираются даже вторую вону проката сделать. Да, да, вот так. Да. Что будут... Вот они там сидят. И так и сделают. В Индии, да. И, наверное, сейчас все фильмы перерисовывают. 10 тысяч человек, чтобы не перерисовывать. Ну, это все равно, это все равно фейк. Это все равно не настоящее. То есть... Если вы делаете новый фильм, так вот, как они сейчас сделали этот фильм, сняли на плоское, а потом переделывают в 3D. Это серия. Это неправильно. А расскажите, чем будет, в каких проектах вы сейчас сделали? Вы, супруга? А, ну, мы продолжаем работать над проектами, так как все в нашей деревне, в этой киностудии, работают от проекта до проекта. То есть, есть проект, нанимают 80-200 человек, кончается фильм, всех увольняют, вот, и это до следующего фильма. Вот, а так как у нас серый музей наш, вот, мы постоянно в музее работаем, когда проект появляется, нас объявляют к проекту. То есть, сейчас проекта нет, раз вы выделили время в Харьков приехать, да? Да, ну, сейчас мы работаем за проектом, там, мультипликация для Вашингтон Конвеншн Центр. Вот, ну, мультипликацию там делаем, вот. А когда проект кончается, мы возвращаемся. А что за мультик-секрет? Не, ну, это просто видеовол. Видео-стена. Стена, да, там, это, конференции проходят на экране, там. Анимация, компьютерная анимация. То есть, чего-то такого, что мы увидим потом по телевизору, а сейчас пока нет. Не, не, это не по телевизору, это конференция происходит, там, где продают всякие программы, все, компьютеры, программы. И там реклама происходит, это реклама. А расскажите о своей деревне, как вы, как говорите, с кем из знаменитостей вы дружите? Может, вы кому-то кум? Ну, слушайте, ну, дружба-то не такая, как здесь дружба. Дружба, здесь дружба, проходишь мимо, посвящался в дверь, заходишь на кухню, рюмку наливаешь. Бутылку, да? Нет, там, это самое, нужно, значит, appointment, там, потом я... Позвоните. Да, я к этому не мог привыкнуть сначала, но сейчас я уже привыкнул. Когда мы работали, вот самая моя первая компания, EFX, где-то через месяц уже, мой этот товарищ там, американец, Я купил новый дом с бассейном, приходи ко мне, приноси плавки, мы будем купаться, загорать, приходи со всей семьей. Я говорю, да, когда, завтра? Нет, я тебе скажу, я тебе позвоню, хорошо. Я же иду до сих пор. Вот, так что там немножко подробно. Вы знаете, что там более-таки деловые именно отношения. Как с точки зрения жертвы, конечно. У нас есть очень хорошие друзья, американцы. Одна замечательная женщина, она телеведущая. И второе, ну, я считаю близким моим другом, это человек, с которым я работаю в анимации. Я работаю, ну, он мой начальник, он мой босс, Том Гейсик, он замечательный аниматор и режиссер. И он сейчас переехал из Массачусетса в Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, Рочестер город. И преподает, он там уже профессор, вот он преподает анимацию и все такое. Но что я могу сказать? Он звонит только по делу. Вот когда у него есть какая-то работа для меня, он звонит с удовольствием. Я спрашиваю, там, как твои дела, все такое. Там он приходит к нам в наш музей и прочее. А если дел нет, вот так вот просто, знаете, позвонить, потрепаться. Там такого нет, чтобы праздник на шашлыки, вот соседи, там кто-нибудь. В основном с семьями так собираются. Собираются все. Не, ну, бывают на шашлыки, там пари так называемые, да. Бывает улица, вся улица собирается и праздник улицы. Празник улицы. Да, ну, бывают вот, ну, какие-то даты, конечно, дни рождения, все. Могут пригласить в гости домой или в ресторан, но больше какие-то именно деловые отношения. Ну, вот наша эта подружка, которая, ну, ведущая, телеведущая. Вы можете сказать, как ее зовут? Ее зовут Беверли Миленский, она вообще польского происхождения. Но сокращенно, поскольку это для них очень тяжело произносить, Бимайл, вот так, Бимайл. А поскольку Би, это Би и И, это по-английски, это пчела, то у нее вот и символ пчелка, там, ну, она такая вся, деловая женщина, да, пчелка. И вот перед отъездом мы пошли там на ланч, в ресторан, ну, просто пообщаться. Ну, она может даже сказать исключение, потому что, ну, иногда вот хочется просто посидеть и поговорить. Вот, и она нам начала рассказывать, что она ходит там к своему психотерапевту, вот сейчас он ушел на пенсию, и что она в таком ужасе, и остается без доктора, и нужен новый. А мы говорим, а вот в России, там, в Украине это не принадлежит, а как же вы обходите? Ну, как обходимся? Приходил к подруге, бутылку ставил, и все. И что, ты все ей рассказываешь, что у тебя вот тут, вот там все твои темные стороны? Я говорю, конечно, у нас это, говорит, просто невозможно. У нас все окей. Are you окей? И все. Никогда в жизни. А это вот именно доктор, у которого вот конфиденциальность, и он никогда не разгласит, это как тайной исповеди. И вот он сейчас ушел на пенсию, она говорит, я считаю его близким другом, но она теперь уже не может ему даже позвонить после этого. Он уже вне... Да, он уже вне практики, и все, запрет даже на общение. То есть на вас там смотрят, как на белых ворон, вы не ходите к психотерапевтам. Да, да, да. Вот это необычно для нас, и необычно для них, конечно. И какие проблемы в семье, на работе, в церкви, идут все психотерапевты. Они как-то более ориентированы именно на семью. Вот с семьей собираться, там у них есть вот на Рождество, День Благодарения, на Пасху. Ну какие там, несколько праздников, где обязательно вся Америка срывается с самолетами, машинами, все едут именно в Family Reunion, объединение семьи. И вот это уже семья, и там уже все варится, и все проблемы, и все. Но наружу ничего не выходит, никогда. Женщик, как я... А кто рядом с вами живет из тех, кого мы видим по телевизору? Вы знаете, никого, наверное, потому что этих людей же не видно по телевизору, это все за сценой. Это все special effects, это то, что... это же не актеры. То есть у вас там живут люди, которые создают, ну, технические... Да, visual effects, так называемые. Ого, и у вас там так много, целых пять тысяч человек visual effects. Не, ну что... Это население вообще. Там и парикмахеры, и рестораторы, и разный народ. Ну вот у нас, я же говорю, недалеко от нас живет, ну, это просто выдающийся человек. Он, который работал с Кубриком, со Спилбергом, с Камероном, ну, со всеми звездами мирового кино. Может, вы знаете такой фильм «Бегущий по лезвию бритв». Ага. Ну, вот это его фильм. Он все вот эти эффекты делал. Ну, вот это, да, 2001 год, Одиссея. Космическая Одиссея, да, с Кубриком. Но, кроме того, что он visual effects, такой специалист, он еще и режиссер. Вот, Брейнсторм, может, слышали? Как это? Шторма, мозговая атака, не как? Вот, Натали Вуд такая была актриса, которая, кстати, трагически погибла на этом фильме. Он был режиссером этого фильма. То есть у него есть несколько фильмов, где он выступал в качестве режиссера. Космическая Одиссея, ну, вы не знаете, да, она погибла в море на яхте. Ну, загадочно она погибла, непонятно как, ее уже нашли, значит, мертвую, там, ушу. И закрыли картину, уже почти готовую. Ему сказали, что все, значит, уезжали. Продисторит приостановили, да? Да, не приостановили, а приостановили. Такого было, да? Нет, это было очень давно. Это было лет, не знаю, 30. Ну, 80-30. Тридцать там у нас. Вот, она же, кстати, русского происхождения. Вот, у нее какая-то фамилия, то ли Дьяченко, то ли вообще какая-то сосед. Ну, практически, видимо, посчитали. Или Захарчев. Да, посчитали, чтобы получить страховку дешевле, чем продолжать этот фильм. И его не спросили, ничего. Где-то читал об этом. А это было, в общем, дело его жизни и так далее. Он там все пороги отбивал, и, ну, тяжело там все воспринял. Может, какой-то эксперимент без рекламы? А, это другой, да. Но он этот фильм так и закончил. Этот фильм идет, он выпущен, все. А еще он делал фильм, назывался «Сайлент ранен». Это безмолвное бегство. Это о космическом путешествии, когда, ну, на Земле уже все погибло, и они везут с собой остатки флоры и фала. И там вот один космонавт, который об этом всем заботится, а остальным это все равно. И поступает сигнал из центра все это взорвать. Ну, и он для того, чтобы охранить этот кусочек природы, он, наоборот, убивает свои... Приходите на наши лекции, мы показываем кусочки из этих фильмов. Вообще, вы посмотрите. Мы рассказываем больше, потому что там лекция была около двух часов, то есть немало времени. Посмотрите, для нас вы приехали известные люди. А по американским меркам, вы, ну, будем по-нашему говорить, звезды? Нет, 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 конечно, нет. Ни в коем мере. На улицах вас не узнают. Я думаю, что если бы, ну, как мы, да, такой обыватель, обыватель американского, как мы, украинские, ну, узнал бы, что вы все же такие соучастные в создании таких картин, наверное, все-таки вот где-то вот ближе к этому Олимпу, что ли? Нет, ну, мы же, как говорят, behind the scenes, это the кадр. Ну, тем не менее, почему вы делаете основную работу, если не брать там промоушен, резистерскую работу, вы делаете основную работу в создании фильма и вот этих эффектов? Ну, да, эффекты. Ну, я вам скажу так, что вот приходят люди в наш музей, и мы проводим экскурсию, тур. У нас это все в экспозиции. Что у вас там в экспозиции? Ну, у нас есть вот стенд, стенд, посвященный Дагласу Трамблу, потом этому Джеффу Клейзеру, фильмы, которые создавались на Масс Иллюжен, там Женя Носкар там стоит, и все. Потом у нас есть стенд, посвященный анимации, и Тому Гейсику, его... Вы знаете, вот эти фильмы «Валос и Громет», «Бегство из Куриатника»? Слышите? Это мультики. Мультики, да. Это пластилиновые мультики, это не компьютер. Мы делали вот именно кукольную анимацию, вот он участвовал в создании этих мультиков. Вот это мы все показываем, рассказываем. А кроме того, у нас как кружок там идет. Мы учим студентов делать мультики. То есть это чисто Ваш музей и кружок? Да, да. И вот когда показываем вот Жене, вот его «Оскар», вот тогда они говорят «О-о-о». Для них это тоже, как говорится, не звук пустой. Ирина, может быть, Вы причастны к созданию каких-то полнометражных мультиков, которые мы видим тоже? Ну, Вы, наверное, видели, нет, когда вот покажем по мастовскому телевидению. Нет, ну это еще 100 лет назад в киностудии ХПИ мы снимали фильм «Автобус». Который Вы тоже посмотрите в 10-е число. Ну вот у Жени вот тут на лаптоп вот вся наша лекция, и там с показом фрагментов фильма, ролики. Там полностью-полностью Вы можете просто, ну, не услышать, а именно увидеть то, что Вы делали. Евгений, вот Вы говорите второй раз за 34 года в Харькове. А первый раз что Вы тут делали? А первый раз? Что он делал? Он прилетел в виде голубя. Нет, это было полтора года назад. Ирина улетела в Харьково, а я остался там. И я не думал, не думал приезжать. А что тут сегодня приехали? А, на Боринфильм, на открытие, да. Была презентация Боринфильма. В 60-м году была, да? Да, да, презентация. В ноябре. Вот была его презентация в оперном театре, фильма. И тут, значит, а там в фильме, там, говорится, о голубе, который улетел, неизвестный кута. Я нальвился голубем, прилетел. Она не знала об этом ничего. И тут я влетаю в этом костюме голубя. Клюв, вот там очки, маска, тут капюшон. Я абсолютно не уронилась. И там музыка летит, голуби летит. И я начинаю с ней танцевать, она от меня убегает. Ни в какой раз меня не узнает. Она не знала, что я прилетел. Это был сюрприз. Это был сюрприз вообще. А вот Борис, нам подсказывают, что вы изобретатель. Ну, я вообще инженер электрики, я не киношник. А расскажите, что вы изобрели. Об изобретениях своих что-нибудь. А, это когда я работал в КПЕ на КПЕ динамикой прочности машин, то у меня было два авторских свидетельств по тензометрии. Там мы проектировали двигатели, ну, в общем, электрические измерения неэлектрических величин. И вот там один из этих, то есть эти два авторских свидетельств, это были о методах тензометрии. В Америке это все не пригодилось? Вы знаете, случайно пригодилось. Да, у нас академик Сарвазян, он у нас открыл лабораторию в Нью-Джорси. И он тоже имел дело с тензометрами. И случайно, он говорит, мне нужно сейчас, он проектировал новые приборы для медицинские, для определения простаты, ракопростаты у мужчин. И ему нужно было на тонкий электрод наклеить эти датчики, тензодатчики. Вот, он меня пригласил в их, это, работать у него. Вот, а все это пригодилось. Ну, все, ничего не пропадает в жизни. Даже то, что вы в школе там проходили когда-то, когда-нибудь оно пригодилось. Ну, вот это, смотрите, вот это Женина Эластик Эффект. О, хорошо. Это в... В... Это вы для Рено делали, если не скажу. Да, да, это была реклама Рено. Это в журнале American Cinematographer. Ну, вот это вот считается как его изобретение. Изобретение, да? Эластик Эффект? Эластик Эффект, да. А камуфляж Эффект? И камуфляж Эффект тоже. Ну, вы знаете, что кино, это вообще искусство коллективное. И когда они знали, что он и друг, это все вместе. То есть не один человек делает. Не скромный, чай. Нет, ну, в кино один человек ничего не может сделать. Это всегда коллектив.